В новом дне, и пришел тот час, когда мы собираемся покидать Доминиканскую республику. Поэтому мы взяли документы и идем делать чекаут. Да, идем. Надеюсь, все пройдет успешно, потому что нам, осталось у нас мало времени, чтобы выйти, потому что завтра в 6 утра границу закрывают и на выход тоже, и нас уже никто бы тогда не выпустил. Да, здесь все сложно, и есть еще шанс, как бы не закрыли Ямайку на вход, когда мы придем, потому что это будет фатальный эрор. Ну, не фатальный. Ну, эрор. Короче, у Неви самое крутое здание здесь из всех порт авторитис. Если все порт авторитис сидят в каких-то сараях, то Неви сидит... Бумажка мы сделали диспатчо, так и мы его здесь получили. И готовы сваливать из этого райского места на земле. Это пиздец, продолжение следует. Спойлер. Ну, вы знаете, это... Дина, ты прекрасна. Дизель наливаем с пипетки. Есть у кого я не зажигал? А он же не... Прикурить. А, ну да. Долго раскуривать тогда. Ты возьми давление, сделай сначала хорошая сня. Заправка дизелем прошла не очень успешно или успешно? Нормально. Сшился в пару. Круто. А вот так выглядит дозаправка. Подготовка к переходу на Ямайку. А вот этот? Тридцаточка. Ага, этот хороший. Окей, ты возьми. А, только веревочку. Окей? Окей. Окей. Куанта есть парадизм. Окей. Все, теперь починен парус. Есть дизель. Есть вода? Небольшой запас? Первое завоевание слава. А тем временем делаем пролет. Что у нас закончились припасы. Нужно отправить гонца за патронами. Комбонера, патрон. Гринго, везите патроны. По-испански знаешь, как будет? Басура. Басура. Вот еще. Спасибо, Бассота. Бассота, Бассура. Смотри, какие это целеустремленные, а? Да, да, да. Явно что-то задумали. За патронами Гринго поехали. Вот, выходим. Глубина 56, нормально. Ромео, 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 Сейлинг, Болт, Пушу, Хроник, Юринь, Кинова. Так, вывижу. Ну, вот извините. Провидим, прохожу его, да? Да. Ты с этим, с Неви общалась, да? Да. Все. Сказала ему, губай. А сейчас ловите. Кинуть. Нас ждет Ямайка. Это у нас получается 13 миль. Нет, это осталось. 12,8. 12,8 миль. Держи. Готово. Это за рулем был... Напоминаю, что у нас спор. Каждый скидывается по 25 американских долларов. И, ну, три человека участвуют. Я могу в гандикаты, кстати. Не-не, это, понимаешь, мы не можем рассчитать гандикаты. Наша проблема. Так это тогда ваша проблема. Если вы не умеете считать... Короче, два человека, три человека скидываются по 25. Кто выигрывает больше всего миль до точки, забирает полтос. Вот такая вот нехитрая игра в покер. А что, ну ты из левого в правый карман перекладываешь? Не, проиграешь по 25. Проиграешь, по 25 сбрасываю. Понятно. Вот первый пошел, 12,8. 12,8. Офигенный результат. Это 6,4 средняя, чтобы вы понимали. Нормальная колбасятина такая. Короче, ночью у нас немножечко покошмарило. Сейчас я вам покажу прогноз погоды. Так вот, напоминаю, что вот мы сейчас проходим Мивагаити. Мы находимся, где вот этот крестик. Здесь ветер 27 и на порывах до 30. И вот видите, вот это вот дальше нас все ждет, потому что мы идем вот сюда на Ямайку. И это наша погода. А я напоминаю, что по красненькому в океане ходить в принципе охуенно. Вот сколько мы за ночь прошли? За ночь? Ну, именно за ночь или с момента выхода? А давай с момента выхода? С момента выхода. Вот за, получается, с 12 часов прошлого дня по 7 утра сегодня мы прошли по 30 дней. То есть это у нас, получается, среднее. То есть нам остается еще 5 часов до окончания суток. За эти 5 часов мы сделаем еще где-то 30, минимум. Скорее, это будет 40. И это будет 160. То есть 160 это почти семерка средняя, что я считаю, для этих условий отлично. Кстати, вот если посмотреть вот сюда назад, не знаю, будет ли видно на это на камеру, вот там вот есть полоска суши, которая идет вниз. Это уже крайняя точка Гаити. И мы уже выходим еще немного, вот, мы выходим вот сюда в пролив после точки поворота. Ветер вот так постепенно разворачивается. И после этой точки поворота мы выходим в этот Ямайский пролив. Или как там он называется? О, ну да, Ямайский пролив. Ну, в общем, не важно. Этот пролив, который идет уже напрямую к Ямайке, там нас еще немножечко поколбасит. А уже, наверное, с ночи будет немного попроще. А сегодняшний день еще будет йо-ху-хо. Время утреннего чая на этот раз. Будем изменять традициям, потому что мы просто его сейчас готовить в падла. А мы запустили рыбалку. Два воблера у нас висит сзади. Вчера один клюнул и сделал такой тр-р-р-чпонь. Все, нету, но что-то было такое огромное-огромное. Поэтому рыбу есть шанс выловить. И мы этим уже начали заниматься. Убьем карася. У нас дождик пошел. Вы видите вот эта вот серость, которая сзади заливает. Вот он в боку. Вот Володе повезло на вахте. И ничего его не берет. А я внутрь пойду. Итак, после душа камера запахи не передает. Но значительно лучше, уверяю. Так, вот эта вот часть, это Гаити. То есть мы уже прошли самую крайнюю точку. И сейчас мы начинаем уже удаляться от острова Санто-Доминго. И легли прямым курсом уже на Ямайку. Сейчас у нас где-то там 23-25 ветра. А ночью обещают за тридцатку. Естественно, будут большие волны. Но почему-то, как всегда, это все будет происходить ночью. А пока мы едем вот туда. И пахнет арбузом, реально арбузом. Там, кстати, наш водитель выбрал. Вот, да, он реально пахнет. И выглядит очень хорошо. Если выглядит, как арбуз, и пахнет, как арбуз, вероятно, на Карибах это может быть апельсин. Нет, ну... Это все записано на камеру. Она когда-то прикручена там? Что? Нет, это просто... Сейчас перелетит. При этом даже близко нет, 180. Слушай, ну он же же вымпельный считает. У тебя же лодка еще идет вниз. А он, ну... То есть ты же не учитываешь там углы наклона. Ну, просто смотреть по сторонам относительно волны и все. Так, Свет, ну как ты это сделаешь? Камера снимает. Ну что, начинаем его уже есть с подноса. Ахи рыбок-то. Съели. Смылось. Что у нас здесь? Сейчас опять мало. Луток, что 30, 20. Я попробую. Короче, надо будет это видео назвать «Рыбалка в океане в шторм». Ахи че пять... Ха 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 че***. Че шех. Ж簡айте. ВОК� these any. Пошли. Если они нас... Слышишь? Нет. Пошли. У нас сейчас на утро стало немножечко получше, море подуспокоилось, то есть оно из красненького стало желтеньким. И было там за тридцатку, поэтому пришлось выбирать курс, при котором нас волной там не очень колбасило. Вот это Ямайка, то место, куда нам нужно пройти. Вот нам осталось 56,8 миль, наша скорость нормальная. 6,5 миль до 8 миль разгоняется, то есть под семерочку будет средняя. Хорошо, что Лобоков зашли на место сразу, но мы его так потерять должны. Да нет, ты поднимай. Хороший, вот это желтый туньяц. Ух ты! Кровавая баня. Лобоков, закрывай лаера. У нас здесь вот весь туньяц, который у нас получился. Вот из этого будет сделано какое-то блюдо, которое пожарить. Сашими и севиче. А в севиче у нас идет немного уксуса, лайм, лук, ну и наверное туньяц, не могу обещать. Короче, сейчас мы его будем употреблять. Получился туньяц. С соусом и с фасаби просто отлично. Удивительно то, что до Ямайки у нас там 12-13 миль. Вот видите, вот этот вот кружочек, это 10, то есть уже должно быть видно. А посмотреть, видно так вот, только такое небольшое очертание, вот там вот, просто рельеф от горы и все. Ну хотя, просто вся Ямайка покрыта тучами, видно, они хорошо закрывают. Обычно, если высокая гора, как здесь, там около 3-х километров, то видно километров, миль за 20, наверное. То есть так, причем хорошо-хорошо видно. Вы знаете, что сейчас обстоят дела с коронавирусом и многие страны ввели карантин. И вот буквально вчера Ямайка объявила о том, что типа попадают под карантин все, кто заходят из стран, в которых есть коронавирус. Но по поводу Доминиканской республики ничего не понятно, поэтому тут, как всегда, либо да, либо нет. И как получится, мы пока ничего не знаем. Надеемся на лучшее, но если карантин, это 14 дней сидеть на лодке. Блюэ. Там оно на все, короче. Доминиканской республики. Доминиканской республики, украинской республики. Будьте новички? Да, оно встало, что это. Что Доминиканской республики может быть в бензе. И нам нужно зайти в фарбор, бросить якорь на 16-м канале. Вызвали. Непонятно. Мы уже заходим. Вот там вход. И это Сан-Антонио, по-моему. И там Марина называется Эрл Флинн. Это знаменитый актер из 50-х годов. У нас идет заход, и потом будет направо поворот. Сан-Антонио, по-моему. Капитан, можете идти на 20-а, 09-а, пожалуйста? Капитан, можете идти на 20-а? Капитан, идти на 20-а. Да. Марина, Марина, Марина. Это Мошо. Варкаринь, варкаринь. Сейчас ожидаем хелс-департмент. Они приедут и нам все расскажут. Очкуйте, очкуйте, туристы. И мы очкуем. Есть такое, да. Карантина. Хоба. О, после перехода кроссовочки. Сожги их. Сделай маску от вируса. Такой. И дни шнурки завязал на затылке. Это мы заполняем карантинные крюлистики. Оно помогает хорошо. И же вообще, они же у них вся власть в руках. Это вот так начались. Как дум, знаешь? Дум такой. А он может, он может едет. Ну, типа, его же там нету. Стоит полицейский катер, который пришел и сказал, что бы, типа, убирались из Харбора Нал. Типа, Ямайка не принимает нашу лодку. Мы целом, я не знаю. Типа, Ямайка не принимает нашу лодку.